Добрый день. Я Мадыбаева Зиньбекёра Мбасаровна, советник Департамента по рассмотрению судебных споров юридической фирмы Крата. Сегодня мы с вами поговорим о порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Каким образом данные споры рассматриваются, куда следует обращаться работнику или работодателю в случае нарушения их прав и законных интересов. Что такое трудовой спор? Трудовой спор — это разногласия, которые возникают между работниками, работодателем и лицами, ранее состоявшими в трудовых отношениях. По поводу применения трудового законодательства в связи с отношениями, которые возникают из соглашений при исполнении трудовых коллективных договоров и актов работодателя. Трудовой кодекс, который у нас действует с января 2016 года, предусматривает статью 159, пунктом первой которой предусмотрено, что индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а при неурегулировании спора или при неисполнении решения согласительной комиссии судами. Данной статьей также предусмотрено исключение, когда субъекты микропредпринимательства, некоммерческой организации со штатом работников менее 15 человек, домашние работники, исполнительный орган юридического лица, члены исполнительного органа и руководитель вправе не обращаться в согласительную комиссию, а сразу же непосредственно обратиться за разрешением спора в суды. Также непосредственно в суд могут обратиться лица, которые работали по трудовому договору, однако трудовой договор с ними не был заключен. В остальных, во всех случаях, необходимо обращение в согласительную комиссию. То есть законом конкретно предусмотрено, что обращение в согласительную комиссию является обязательной стадией досудебного порядка рассмотрения трудовых споров. Какой же срок можно обратиться в согласительную комиссию и что такое согласительная комиссия? Законом конкретно предусмотрено, что согласительная комиссия – это постоянно действующий орган, который создается в организациях, предприятиях, филиалах и представительствах. Также коллективным договором может быть предусмотрено создание согласительных комиссий в структурных подразделениях юридического лица. Как предусмотрено законом, значит это постоянно действующий орган и его создание возложено на работодателя. Ранее трудовой кодекс не содержал нормы, которые обязывало бы работодателя создавать согласительную комиссию. И существовали на практике случаи, когда до настоящего времени согласительные комиссии не были созданы. Однако в мае 2020 года были внесены изменения в статью 23, предусматривающую права работодателя, которая была дополнена под пунктом 26. И согласно данного подпункта было внесено изменение, обязывающее работодателя создавать согласительные комиссии в организациях и предприятиях. То есть теперь работодатель обязан создать согласительную комиссию. Но как же быть в том случае, если все-таки согласительная комиссия не создана, а спор возник? В этом случае работник, который обращается в согласительную комиссию, обязан в установленные законным сроки обратиться с заявлением. Значит, сроки у нас предусмотрены статьей 160. Какие же сроки существуют для того, чтобы обратился работник или работодатель в согласительную комиссию для разрешения спора? Значит, если спор идет по восстановлению на работе и взысканию заработной платы, то в этом случае существует срок в один месяц для того, чтобы работник обратился с заявлением в согласительную комиссию. Этот срок начинает течь с момента, когда работник получил акт работодателя нарочно или, согласно внесенных изменений, данный акт работодателя может быть направлен ему заказным письмом с уведомлением о вручении. С этого момента начинает течь месячный срок для обращения в согласительную комиссию. По иным трудовым спорам срок предусмотрен в один год для работодателя и работника, когда они узнали о нарушении своих прав. Пропуск данного срока, обращение в согласительную комиссию, может служить самостоятельным основанием для того, чтобы было отказано в удовлетворении заявления. Затем внесенными изменениями в статье 160 также предусмотрено, что согласительная комиссия самостоятельно может разрешить вопрос об уважительности причины пропуска срока. И если она найдет эти причины пропуска срока уважительными, то согласительная комиссия сама может восстановить этот срок и рассмотреть заявление по существу. В соответствии с требованиями гражданского и гражданско-процессуального законодательства, истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления. И в связи с чем данный срок исковой давности может быть применен только по ходатайству одной из сторон спора. Если ни одна из сторон спора не заявляет такое ходатайство, то ни согласительная комиссия, ни суд, ни в праве самостоятельно применить сроки исковой давности. Какой же порядок создания согласительной комиссии? Значит, трудовым кодексом не предусмотрен этот порядок, но однако его можно регламентировать или в коллективных договорах, или заключить отдельные соглашения, которые будут подписаны представителями работников и работодателя. Значит, согласительная комиссия создается на паритетных началах из равного количества представителей работников и работодателей. Значит, в этом соглашении о создании согласительной комиссии должны быть как раз разрешены все эти вопросы. В каком количественном составе создается согласительная комиссия? Каким образом производится рассмотрение данных заявлений, поступивших в согласительную комиссию? Каким образом они регистрируются? Как составляется протокол согласительной комиссии? Как избирается председатель-секретарь согласительной комиссии, которые проводят заседание согласительной комиссии? Какие сроки выдается решение согласительной комиссии? То есть эти все вопросы должны быть отражены в положении создания согласительной комиссии или, как уже было сказано, это может быть отражено также в коллективных договорах. Данное положение подписывается всеми представителями работников и работодателя, и затем уже согласительная комиссия проводит свою работу на основании данного соглашения. Заявление, которое подано в согласительную комиссию, должно быть зарегистрировано в тот же день, в день поступления. Значит, в соответствии с этим соглашением также может быть заведен журнал учета заявления, и это заявление должно быть зарегистрировано в этом журнале. В течение дня после поступления заявления, значит, копия этого заявления направляется второй стороне. Также в течение трех дней согласительная комиссия назначает день, когда будет это заявление рассмотрено, и об этом также уведомляет вторую сторону. Заседание согласительной комиссии проводится, как уже было сказано председателем, протокол заседания согласительной комиссии ведется секретарем. Значит, председатель, секретарь согласительной комиссии избираются из членов согласительной комиссии, они могут быть избраны заранее до поступления заявления, и они уже после поступления заявления проводят подготовку, вручают копию этого заявления, назначают день проведения заседания согласительной комиссии. Заседание согласительной комиссии проводится обязательно с участием заявителя или его представителя, полномочия которого надлежащим образом оформлены. Заседание согласительной комиссии может проходить без участия заявителя только в том случае, если от него поступило письменное заявление, в котором он указывает о том, что просит провести заседание согласительной комиссии без его участия. Если такое письменное заявление не поступает, заседание без заявителя нельзя проводить. Если, например, заседание Согласительной комиссии было назначено, но заявитель либо его представитель на это заседание не явились, то Согласительная комиссия обязана отложить рассмотрение дела на другой день, о чем обязана также известить заявителя, его представителя и также работодателя. Если в день второго назначенного заседания заявитель повторно не явился на это заседание, также не представил свое письменное заявление, то в этом случае его заявление снимается с осмотрения. В последующем этот работник, который обращался с заявлением, вправе вновь обратиться с таким заявлением в согласительную комиссию. Если он уже в следующий раз явится на заседании согласительной комиссии, то это заявление будет рассмотрено. Но при этом будут учтены все нюансы, пропущены ли сроки или все-таки он обратился в установленный законом месячный срок в согласительную комиссию. После рассмотрения его заявления выносится решение согласительной комиссии. В этом решении согласительной комиссии должны быть отражены конкретно все решения, которые приняты по всем требованиям. Нельзя какие-то принимать расплывчатые решения, например, обязать работодателя устранить нарушение прав работника. Такое решение согласительная комиссия не вправе принимать. Там обязательно должно быть конкретное решение. Если работник просит восстановить его на работе и согласительная комиссия соглашается с тем, что его права нарушены и он подлежит восстановлению, то в этом случае решение согласительной комиссии должно быть принято следующим образом. Заявление работника, например, Иванова удовлетворить, восстановить его в прежней должности монтера, приказ от такого-то числа о расторжении трудового договора отменить, взыскать заработную плату за 2 месяца или за 3 месяца и конкретно указать сумму заработной платы, которая подлежит взысканию сработодателя в пользу работника. Это решение должно быть в течение трех рабочих дней, вручено как работнику, так и работодателю. Оно может быть вручено нарочно, или если нарочно не представляется возможным вручить, то его следует направить по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении. Это требования, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Таким образом, если решение согласительной комиссии вынесено, оно подлежит исполнению. Значит, в решении согласительной комиссии указывается срок исполнения того решения, которое принято. Если речь идет о восстановлении на работе, то решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению. По другим решениям указывается конкретный срок, в течение которого это решение должно быть исполнено. Если обе стороны согласны с этим решением, то данное решение подлежит исполнению. Если же какая-либо из сторон не согласна с этим решением, то при неисполнении этого решения, значит, заявитель, который обратился с заявлением, должен уже обращаться в течение двух месяцев в суд, так как его спор не урегулирован или решение, которое принято в согласительной комиссии, не исполняется. На практике были такие случаи, когда согласительная комиссия, к примеру, удовлетворила заявление работника, восстановила его на работе и взыскала заработную плату за время вынужденного прогула. Работодатель с этим решением не был согласен, но между тем он исполнил это решение. При этом он утверждал о том, что он не согласен с этим решением и имеет право обжаловать его суд. Однако такая позиция работодателя является незаконной и необоснованной, и не основанной на требованиях законодательства. Здесь по данному делу именно с требованиями обратился работник. Он просил его восстановить на работе и взыскать заработную плату. Именно эти требования были удовлетворены согласительной комиссией. Если работодатель не согласен с этим решением согласительной комиссии, то несмотря на то, что в нем написано о немедленном исполнении решения о восстановлении на работе, работодатель не должен был восстанавливать работника, то в этом случае тогда у работника возникало право обратиться в суд за разрешением своего спора. Но по данному конкретному делу в связи с тем, что работодатель исполнил решение согласительной комиссии, то возникли основания, свидетельствующие о том, что спор отсутствует. Работник удовлетворен решением согласительной комиссии, работодатель его исполнил. Поэтому оснований у работодателя для обращения в суд по данному делу никаких не было. Поэтому его позиция в этом случае являлась необоснованной. Значит, по другим спорам, когда обращение в согласительную комиссию не требуется, то в этом случае работник или работодатель должны обратиться в суд в течение трех месяцев по делам о восстановлении на работе с момента вручения копии акта работодателя или получения его по почте с заказным письмом, а по иным спорам в течение одного года. Именно обращение в установленном законном сроке очень важно, так как пропуск срока является самостоятельным основанием для отказа удовлетворения исковых требований. И обязательно данный срок исковой давности, как уже было сказано, применяется по ходатайству одной из сторон. Если такое ходатайство не заявлено, то ни согласительная комиссия, ни суд не вправе применить сроки исковой давности. При обращении в суд непосредственно, если решение не исполняется или спор не урегулирован, то уже непосредственно данный спор будет рассматриваться судом. По восстановлению на работе или по заявлению о взыскании заработной платы, если спор возник в результате нарушения прав работника, то работник обращается с таким заявлением. Если нарушены права работодателя, то обращается работодатель. Знание этих прав и сроков обращения как в согласительную комиссию, так и в суд, очень важно, так как это позволяет своевременно реализовать свои права на защиту нарушенных прав. Поэтому сегодня, говоря о порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров, мы хотели обратить внимание на то, что необходимо защищать свои права, если они нарушены, и защищать в установленной законном сроке. Вот все, что нам хотелось сказать сегодня. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok